привет друзья мне надоело ходить в одиночестве по магазинам поэтому я опять прихватил этого прекрасного парня тем более что мы в магазине красные и белые не были ровно 14 месяцев этот парень утверждает что здесь изменился ассортимент он конечно об этом только читал в книжках но теперь готов рассказать и нам привет денис добрый день дорогие друзья изменился не только ассортимент магазина красные и белые за эти времена я тоже несколько изменился не все могут это оценить но я сбросил чуть больше десятка там почти 20 килограммов и мы с вами действительно спустя 14 месяцев находимся в магазине красные и белые для того чтобы посмотреть на то что изменилось в ассортименте на то какие вина появились которых мы вам раньше не представляли но которые абсолютно заслуживают всяческих рекомендаций и таких вин действительно здесь стало очень много и давайте посмотрим давайте только давай сначала назовем адрес дело в том что после того как мы с тобой начали выкладывать ролики из красного-белого магазины красные и белые стали приближаться к моему дому чтобы я точно в них заходил стремительно и этот открыли буквально в 500 метрах на новопесчаной улице так что заодно обрадуем моих соседей так все начнем начнем как всегда с игристых вин мы всегда начинаем по возможности наши обзоры с игре назад и да и часть из этих вин мы уже представляли а часть из них мы говорили но появилось несколько очень интересных новинок в частности вот это вот вещь я в свое время вам рассказывал что игристые вина могут производиться двумя разными методами классическим методом бутылочной шампанизации и быстрой шампанизации в резервуарах так вот в данном случае мы имеем дело с вином который называется креман де бордо это французское вино и слово креман для всех вин кроме шампания кроме региона шампань означает что это вино было сделано именно бутылочной шампанизацией в данном случае вино игристые бутылочные шампанизации сделаны в регионе бордо сорта совиньон блан семейон и мюскадель и надо сказать что я Я очень люблю Кремано де Бордо, и это большая-большая редкость. И когда они появляются, я всегда беру и всегда пробую, и, конечно, я не мог пройти мимо этого вина. И вот белый брюд, на мой взгляд, розовый, я не пробовал, не могу вам про него пока ничего сказать, но белый брюд мне очень понравился, очень чисто, аккуратно сделанный, очень симпатичный и очень характерные тона белого игристого вина из региона Бордо. Немного яблочка, немного крыжовника, цедра, легкая горчиночка, очень симпатичная. Кстати, спасибо, что ты начал не с желтых ценников, объясню почему. Во-первых, акции, они же не каждый день, да, вот, и у людей их может не быть. Поэтому я тебе был бы признателен, если бы ты сегодня как раз сделал акцент не на акционных товарах, а на тех, которые даже за свои деньги достойны внимания и дегустации. Да, мы постараемся. Вот, это для меня одно из, прям вот, одна из прекраснейших новинок. Дальше. Мы двигаемся дальше, и мы остаемся в категории игристых вин. И вот это для меня вино вообще что-то немыслимое. Это Кава Брюд Натур Резерв 2016 года. Это означает, что это вино пробовало несколько лет на дрожжевом осадке. Вино бутылочной шампанизации, вино винтажное, и цена 550 рублей. Это, в принципе, вещь, ну, невозможная для такого количества затрат, того количества времени, что вино провело. Я это вино тоже, как только увидел, сразу же взял попробовать. И очень-очень симпатичная Кава. Не примените вас взять. А тогда теперь тебе придется ответить на постоянные вопросы злопыхателей, сети красное и белое. Что если оно такое редкое, такое вкусное, такое ценное, как же оно стоит всего 549 рублей? Вот как же? Ну, на самом деле, вариантов бывает очень много. Бывают варианты покупки импортером стока, где-то не распроданного в Европе. Бывают варианты специально производства под того или иного импортера. Но нет никаких проблем с этим. Экстрабрюд очень хорошо. Оформление в феврале 2020 года, то есть оно реально снято с осадка только сейчас. Очень хорошо. Я очень рекомендую. По остальному, эти все вина мы с вами уже видели. Мы о них вам говорили, про спага нера мы говорили. Это все вина хорошие, вина все абсолютно стоящие свои денег. И, наверное, в категории игристые с новинками у нас все. Давай тогда двигаться в следующую категорию, потому что про Мартини мы говорили, про Чемзана мы говорили. Поэтому давай двигаться дальше. Давай. Мы двигаемся к полке с частично российскими винами. И здесь из новинок вот эта вот целая линейка винодельни Мысхака. Это Сергей Дубовик, который когда-то работал на винодельни Юбилейная. И многие зрители пробовали вина Юбилейной и говорили, куда же Юбилейная пропала, что с ней стало, что изменилось, где, собственно, наша Юбилейная. Сергей Дубовик сейчас работает на винодельни Мысхака. Черное из черного, Птивердо, Каберне, Мастелан. Такое мощное, интенсивное, могучее вино. Сделанным такое, прям, ну, концентрированным, концентрированным. Потому что виноград для этих двух вин слегка был подвялен. И виноград, вино получилось очень концентрированное и плотное. Ну, и вот эта вот линейка, это линейка базовая, это линейка базового уровня. Я ее пробовал, правда, не 19-й год, а 18-й год на выставке в Абрау. К линейке и той, и другой нет ни малейших нареканий. Вина сделана абсолютно корректно. Кажется, на русской полке тоже это все с новинками. Пойдем к грузинской полке. Грузинскую полку мы представляли совсем мало. Это следующая наша полка. И мы говорили про Рокацетели Квеври, вот этой вот компании Умана. Но в этом большом магазине есть еще бутылка вина из винограда сорта Киси. Я вам говорил, что Киси это очень симпатичный и относительно редкий виноград из Грузии. Киси это виноград, который в аромате и вкусе напоминает мне французский вианье. Он очень богат на такие фруктовые тона, на экзотические фрукты, на какую-то дыню, грушу, дюшес. И вот Киси 2019 года я пробовал предыдущий год урожая, тоже 2019 еще не пробовал. Но этот и сорт винограда, и в целом винодельня мне весьма и весьма нравится. И второе вино, про которое мы не говорили, эту винодельню я тоже очень прекрасно знаю, я на ней был. И я, пожалуй, даже расскажу вам небольшую историю про эту винодельню. Подожди, я тебя перебью. Это там, где Хой гуляет во дворе? Вот где замок такой выстроен? Да, да. Мы же там вместе были. Вот. История про эту винодельню очень смешная. Мы ехали на нее уже поздно вечером и опаздывали на винодельню. Почему? Потому что на предыдущей винодельне в Грузии у нас был обед. Что такое грузинский обед, это надо видеть, а не это трудно рассказывать. Потому что договаривались, что это будет очень легкий обед, очень легкий перекус, потому что предыдущие приемы пищи у нас был завтрак на другой винодельне. И после завтрака все понимали, что даже ужин уже будет влезать с трудом. Поэтому, когда ехали на вторую винодельню, где был запланирован обед, наш сопровождающий, наш организатор, президент ассоциации Сомелье Грузии Шалвихи Цулиани, позвонил вперед на эту винодельню и сказал, уважаемые, мы торопимся, очень спешим, поэтому давайте так быстро-быстро, фуршетик такой минут на 15. Не надо большой обед, полноценный, только фуршетик на 15 минут. В итоге мы обедали 3,5 часа, и количество блюд на столе было порядка 60 или 70 разных салатов, закусок, пхали. И когда мы вошли в эту комнату и сказали, ребята, мы же просили вас фуршет, они сказали, ну да, что тут есть. И в итоге, когда мы приехали на винодельню Веневерия, вот на эту вот винодельню, все были уже настолько объевшиеся, что с дороги Шалва позвонил владельцу и сказал, дорогой, все настолько объевшиеся, что даже ужин, пожалуйста, не делай, поставь закусочки, только буквально там чипсы, вот фингерфудка. Их было 50. Для дегустации. Нет, этот человек оказался обязательным, потому что Шалва тоже была настойчивая, и сказал, что ни в коем случае вот ничего, ничего, ничего. Мы приезжаем, встречает нас хозяин и говорит, а что, точно никто не хочет кушать? И тут меня черт дернул, сказал, что значит никто не хочет кушать? Я с утра не завтракал, я в обед не ел, я все пропустил, я голодный как черт. Нашел где шутить. Человек изменился в лице, он позеленел, потому что голодный человек, а у меня стола нету. Он с меня посмотрел с надеждой, спросил, правда? Я сказал, да нет, я пошутил. Он мне сказал, со мной так? Не шути. И вот, ну, надо сказать, что винодельня действительно прекрасная, вина отличная, и Макузани, и Кензмараули. Да, цена может показаться чуть-чуть высокой, но это маленькие партии, это действительно одно из лучших грузинских вин на российском рынке, и это не 2-3 тысячи, как стоит вина для Хорики, это все-таки 950 рублей. Слушай, а что ты можешь сказать про Хвычкару за 999 по акции? Вот можно столько стоить настоящая Хвычкара? Это, конечно, настоящая Хвычкара, потому что прошлый год урожай сортов Александра Ули и Муджули Тули составил порядка 1 миллиона 700 килограммов, то есть 1 миллион 700 бутылок этого вина могло быть произведено, при том, что продается его, ну, 3-4 бутылки, может быть, в месяц в каждом магазине, это все нормально, тут нет никаких проблем, вполне может. И существует огромное количество баек, что там один склон, да, три лозы, и столько Хвычкары нет. Ребята, 1 миллион 700 тысяч килограммов, да, собранное, это вполне себе приличная цифра, поэтому ничего, наверное, все в порядке. С Грузией мы тоже заканчиваем. Про Молдову, Игорь вам все рассказал, про винзавод Квинт, про наши с ними отношения, да, это очень приятный завод, за эти деньги к винам нет вообще никаких претензий, с винами все хорошо. Вот Вигорика смотрел сюда. Да, Фитяска, Ниагра, Другой Афтахтон, Молдавский. Да, да, да. Все прекрасно, все хорошо. Главное вот это вот не брать, мне кажется. Ну, это не надо, да, зачем? Цена выше, объем, конечно, тоже больше, но тем не менее. Так, пойдем, новый свет. Пойдем. Вот, но это узнаваемый Савиньон Блан, он вполне корректный, за 300 рублей на пикник, я вам честно скажу, у меня к нему нет претензий. Как какой, извини, я тут... Вот этот вот Санта-Лючия, Special Reserve, Савиньон Блан. Я просто, извини, пожалуйста, я просто хотел на тебя наорать, что у тебя шкрябает микрофон, потом понял, что микрофон шкрябает у меня. Понятно. И должен честно сказать, он мне понравился существенно больше, чем вот эта вот линейка Элемперадор, я ее тоже пробовал всю, Каберне, Шардоне и еще где-то должны стоять другие. Вон там стоит Шардоне, еще где-то стоит. Вот эта линейка, она все-таки немножечко потяжелее, погрубее. Вот Санта-Лючия сделана лучше. И Мерло красивый, кстати, вот за свои деньги на пикник, к шашлыкам, вообще не сомневайтесь и не стесняйтесь, вино абсолютно заслуживает. Из вот этой вот линейки Аэтос я пробовал Савиньон Блан, Шардоне, Каберне и Карменер, которого здесь нет, Карменер, пожалуй, самый слабый. Если у вас стоит Карменер, помните, что если вы его купите попробовать, то вы увидите вино с большим количеством животных, таких ноток, какого-то такого немножечко сельского, немножечко хлеба, немножечко загона. А вот Каберне-Савиньон на самом деле очень красивый, за свои деньги, за 550 рублей к нему нет вообще никаких нареканий. Ванилька, какао, шоколад, черная смородина, все, что мы любим в Каберне-Савиньоне. Поэтому это вино вполне можно рекомендовать. Так, а я вот вижу Мариалту, которую ты рекомендовала. Сейчас, подожди, мы доведемся до этой полки, мы еще не закончили с новинками. А, извини. Хаулашер и Ханс Грейл, мы про них уже говорили. Сейчас появился Ханс Грейл Савиньон Блан Розе. Здесь небольшой такой, то ли пинканутый, бывает такой процесс в производстве вино Савиньон Блана, когда Савиньон Блан сам облетает розовый оттенок, либо добавлено несколько процентов пинануара. Но я вам честно скажу, большого отличия между Ханс Грейлом розовым и белым по большому счету нет. Про Бористу мы с вами говорили в предыдущем выпуске. Бориста была, есть и остается таким топчиком форева, безошибочным выбором, если вы не знаете, что взять из таких хороших, насыщенных, интенсивных вин. И, наверное, на этой полке тоже мы заканчиваем с новинками. Обо всем остальном мы либо говорили, либо оно не заслуживает того, чтобы много о нем говорить. Кумала. Вот это вот, кстати, Кумала Кейп Классик. Полусухое, вполне себе симпатичное, тоже вино пикникового варианта. Я его пробовал, тоже вообще больших нареканий не вызывает. Ты про красный или про белый? Я про красный, я белый пробовал. Нет, белый Кумал давно не пробовал, уже не знаю, сколько лет. Ты уточняй. Так, старый свет. В старом свете у нас вот это вот вино, винодельня Масси. Это одна из топовых виноделин региона Венета. И действительно заслуженно они производят и в большом количестве, и там, и Амароны, и Войпличелы, и Бордолина. Винодельня высшего вообще разряда и высшего качества. То, что в красном и белом в сети появилась Кампа Фиарин, это не самое топовое вино, винодельня, но оно, безусловно, заслуживает всяческих рекомендаций. Так, вот этот Кампа Фиарин. Угу. За 900, вот он. Кампа Фиарин 999. Так, а вот то, которое Амароны... Вилла Фура, мы про них говорили, они уже были. Ну, это вина, которые сделаны, в общем, корректно, но, на мой взгляд, они чуть-чуть не дотягивают. Я бы из всего этого только Рипасса рекомендовал. Войпличелла Рипасса, вот там, который стоит вдалеке. Угу. Вот это вот, тем более сейчас акция, вот это вот заслуженная цена и заслуженное качество. Вполне себе можно. Хорошо. Относительная новинка. Буа Пертюс Бордон. Что вам сказать? В принципе, очень аккуратное, ровное, ординарное Бордон. Тоже я его пробовал. Страшного ничего в нем нет. Нормально сделанное вино. Про серию вот этих вот вин мы говорили. Но мы говорили с вами про бифштекс. Да, антрикотовка. Я скремился попробовать дойти, попробовать антрикот. Немножечко на мой вкус сладковато. Оно тут написано полусухое, но полусухое оно, наверное, по верхней границе разрешенного. Потому что вино выглядит, ну, не полусладким, но оно действительно очень сладковатое. Довольно плотное, не очень терпкое. В целом у меня к нему по качеству того, как оно сделано, нареканий нет. Оно вполне заслуживает, если вы любите вот такие полусухие, почти полусладкие вина, его можно брать ни малейших времени нареканий. Так, вон, Мариалта. Мариалта, да. Ну, Мариалта, мы столько говорили уже, что сейчас регион Виньюверде стал едва ли не одним из лидеров по продажам в России. Потому что за 330 рублей, за 1340, вы получаете изумительное легкое летнее вино с небольшой остаточной газацией, с такими небольшими пузырьками. Это не игристое вино, но маленькие пузыречки воздуха, когда, не воздуха, а углекислого газа, в бокале проявляются, когда вы его наливаете, что создает дополнительную такую легкую свежесть и подвижность вина во рту. Это очень приятно. Из новинок, наверное, на этой полке тоже все. И мы продвигаемся к следующей нашей полке. Ну, и мы добрались до испанской полки и до полки французской. И здесь, надо сказать, не так много новинок. Очень многие вина здесь стоят довольно, не то чтобы давно, но уже не первый год, не первый год мы их продаем. А сеть Красное и Белое их продает. Мы с вами говорили уже про Протас. Мы говорили про Вента Лаоса. Мы говорили про Мара Мана. Подожди, я так быстро успеваю. Протас. Мы говорили про Протас. Это вино, которое полностью заслуживает своих и денег, и известности, и славы. Мы говорили с вами про Вента Лаоса. Это вино, такое мощное, красное, насыщенное. Про Мана Димана вы говорили. Мы говорили про Транко. Это то, что стоит уже здесь. Ну, не эти года, они меняются. Свежие года выходят. Что-то из этих вин я еще не пробовал, поэтому не могу вам сказать. Но вот это вот предложение я вам честно могу рекомендовать. Горначчи Тинта. Наклейка 90 баллов от Роберта Паркера. Там, конечно, 90 баллов от Роберта Паркера. Я не знаю, откуда взялись. Я бы 90 баллов этому вину не поставил. Но честные 87 там есть. И сейчас вот по акции 599 это действительно отличное предложение Батиха Роха. Вино не очень плотное, не очень мощное. Если вы не любите такие концентрированные, терпкие, мощные, интенсивные вина. А ведь любите вина такие сбалансированные, среднего уровня концентрации. То вот это вот как раз то, что вам надо. Про эту линейку, про Рипа Магна, про винодельню мы говорили. Это очень хорошая винодельня. Много-много-много лет на российском рынке и к ней нет вопросов. А вот эта новинка мне тоже очень-очень понравилась. Несмотря на то, что тоже вино полусухое. Вот это вот вербо, да. Альяника дель Вультура. Мы с вами отправляемся на самый юг Италии. Мы с вами отправляемся на склоны вулкана Вультура. И вот на этих склонах растет виноград сорта Альяника. Это плотный, мощный, интенсивный, такой тонинный виноград. И зона Альяника дель Вультура, это самая, наверное, популярная, самая известная здесь зона. Вина, которую называют Барола юга. Барола это вино из Пьемонта, которое может храниться 5, 7, 10, 15, 20, 25 лет. Вот Альяника, ну, конечно, это не виноград сорта Нибиола. Это, конечно, не Барола. Но это тоже сорт, который может храниться очень долго, накапливая и усложняясь в ароматике, становясь все богаче, все интересней. И, честно скажу, мне вино понравилось. И вот здесь я как раз согласен с оценкой 88 баллов. Я считаю, что оно заслуживает, даже несмотря на небольшой остаточный сахар. Наконец-то Роберт Паркер совпал. Попал в ароматику. Да, угодил. Вот. Из французского лангедока. Вот про это вино я слышал, но еще не пробовал его. Я слышал, что о нем хорошо отзывались коллеги. С остальным вином мне пока неизвестны. Этого я не знаю, этого я не знаю. Ну, фаустина седьмой. Его, понятно, все знают. Это прекрасное вино за 596 рублей. Это базовая риоха. Базовое молодое темпронильо. Очень симпатичное. Можно сказать за него пару добрых слов. И вот про эту линейку я слышал очень хорошие отзывы. Бабаль – это сорт винограда. Такой легкий, светлоокрашенный, бледный. Очень симпатичный. Для тех, кто любит легкие, вот с белой этикеткой, для тех, кто любит легкие красные вина. Не могучие, не насыщенные, не избыточные, тоже интенсивные. Оно еще даже легче, чем та гарнача, о которой мы говорили до этого. Ну, и это, наверное, вот все пока из того, что мы видим таких новинок. За 14 месяцев, тем не менее, вы видите, что набралось на достаточно приличный обзор, на приличные рекомендации. И я точно знаю, что это не все. Потому что в этом ассортименте красного и белого есть не все, что я пробовал из своего красного и белого. И из того, что есть у меня там в Зеленограде в одном из тех магазинов, куда я хожу. Поэтому оставайтесь с нами. Мы будем ходить по магазинам. И два слова Игорю. Так, я позволю себе продолжить. Потому что, дорогой Денис, пока мы с тобой были в разлуке долгие месяцы, конечно, мы с Юрьевичем пили горькую. И научились в этой горькой разбираться. Есть очень приличная водка. То есть ты так скучал, что пил горькую? Ну, конечно же. Вином не страшно пить без тебя. Вот, ну, смотри. Вот тут наша любимая деревенька, проверенная за 248 рублей, солодовая. Почему я ее могу гарантировать? Потому что мы были на заводе, который делал для нее спирт. Мы видели, с чего это делается. И абсолютно с ней все прекрасно. И вот, кстати, даже замечательная настойка деревенька зимняя графиня Вишня. 196 рублей. Вот, тоже прекрасная. За эти деньги вообще абсолютно честный продукт. Тоже видели, как его делают. И, кстати, кстати, этот же завод делает вот прекрасные чистые росы, которые за свои 846 рублей, вот я не побоюсь этого слова, на порядок лучше вот этой вот белуги, которая даже по скидке, даже такая вот маленькая, стоит 1220 лет. Вообще рядом не лежал. И это на порядок лучше всей Финляндии, какая-то только существует. Мы с Юрьевичем это тоже дегустировали. Есть ролики на канале. Я, наконец, могу сказать правду людям, чтобы они уже, наконец, сделали правильный выбор. Ну и, собственно, а что еще могу сказать? Я же только начинаю открывать для себя алкогольный мир, Денис. Может быть, я еще через полгода еще какую-нибудь водку попробую? Мы сейчас тебе что-нибудь выберем из вин, пока мы снова будем в разлуке. Дело в том, что я завтра или послезавтра, в общем, на днях, отправляюсь в путешествие по винодельням. И, соответственно, мы снова будем в разлуке. Мы сейчас тебе подберем ассортимент для домашней работы, домашние задания. Пока домашние задания не сделаешь, больше снимать не будем по магазину. Хорошо, давай камеру. Будешь сейчас сам выбирать. Так, значит, домашние задания. Домашние задания. Подожди, подожди, подожди. Да, и вот, друзья, смотрите, я что еще нашел. Это вот Наире, 20-летний. И он здесь стоит 3,389 по акции. Таких низких цен нет вообще. Вот просто. Так что очень рекомендую. Надо еще к Винцу смотреть. Я давай пару слов тогда добавлю про Наире. Когда-то, уже довольно давно, после 90-х годов, не винзовод, а коньячный завод Арарат существовал сам по себе, существовал как умел, выживал. Но в какой-то момент, году, наверное, в 2008-м или 2010-м, я, честно говоря, по памяти не очень помню, его выкупил международный огромный агломерат, который называется Перно-Рикар. И с этого момента на нем Мэтром Дюше, человеком, который отвечает за смешивание выдержанных спиртов для получения готового продукта, работает француз. Совершенно потрясающий человек, который в те времена, когда мы с ним познакомились, гонял по Еревану на чопере, в клепаной куртке, но при этом был совершенно человеком с потрясающим абсолютно восприятием вкуса и аромата. Мы с ним провели рабочую сессию, просидели рабочий день в лаборатории по смешиванию спиртов. И я могу сказать, что вот видно, что стиль Нейри, Ахтамара, Отборного поменялся по сравнению с советскими временами, но он стал гораздо более тонким, гораздо более ярким, гораздо более богатым в аромате. Поэтому всячески вам рекомендую. Ой, смотри, я вот три клинта еще нашел. Вот, десятилетний, они Девины называются, но это тоже вот мы были, дегустировали их. Были дегустировали, да. И за качество отвечаем. Ну вот этот за полторы тысячи, это тоже прекрасный выбор, 14-летний. Тоже. Да, и еще хочу обратить внимание на Сараджишвили. Сараджишвили очень хороший, особенно за свои 668 рублей. Я его пробовал разный, в общем, все очень достойные. Так, ну что, пойдем подбирать вина. Да? Если, конечно, еще на что-нибудь взгляд не упадет. О, кстати, знаете, на тычер скидка, который я пробовал во время перестройки, вон, видишь? Ой, мама дорогая, что-то я не знаю, у меня к нему всегда было какое-то недоверие. Ну, слушай, ты ей полусладким не доверяешь. О чем стоит разговаривать? Значит, смотри, у меня жена любит белые, поэтому давай так, четыре белых, одно красное. Четыре белых, одно красное. Да, там сухие, полусухие. Я понимаю, что у людей, конечно, это не надо. А то можешь и пять белых выбрать. Так. Чтоб вообще никто это не смотрел. Так, так, так. Давай мы тебе возьмем вот эту вот штучку красную. Красную? Да, Монастраэль из Еклы. Так, подожди, мне надо цены смотреть. Это 469 рублей. А ты сможешь писаться до 500? Ну, я, естественно, всем впишусь до 500. Шикарно, шикарно. Потому что для хороших вин есть я, как дегустатор. А для всего остального есть ты. Точно. Именно это я тебе и хотел сказать, просто стеснялся. Боялся, что ты обидишься. Вот. Так. Так, из здешней полки, из здешней полки, тебе вот это вот давай антрикотик возьмем. Опять красный? А ты же просил половину красного, половину белого? Нет, ну я просил вообще лучше все белое. А лучше все белое? Нет, поставь антрикот на место. Не хочешь антрикот? Не хочет он домашнюю работу с антрикотом делать? Так, хорошо. Белое, белое. Жена любит белое, а то она с домом пьет больше. Хорошо. Так. Рислинг этот можно не брать. Он, в принципе, неплохой, но и не больше. Давай возьмем тебе, чтобы ты посмотрел на него сам, на этот Sauvignon Blanc. Да, давай, давай, давай. Единственное, что не забывай его охладить как следует. Да, давай, давай, хорошо, да. Оно вот ровно, аккуратно сбалансированное. Хочешь? Оно сухое, имей в виду. Я уже поимел в виду. Хорошо. Тогда Игорь вам расскажет про то, что такое мерло. Я сразу, забегая вперед, скажу, что там все в порядке хорошо. Слушай, а меня еще ругают, что я пью сначала красный, потом белый. Порядок на самом деле. Да, это хороший вопрос. Очень многие в комментариях говорят, что сначала надо белый, потом красный, сначала сухие, потом полусухие, потом полусладкий. Это в общем и целом правильно, но только в одном случае. Если вы дегустируете в технической дегустации подряд, все, не делая каких-то пауз. Как только у вас между дегустацией вина наступает пауза хотя бы в 30-40 секунд, то, во-первых, наши рецепторы на языке успевают успокоиться и забыть то возбуждение состояния вкуса, которое у них было до этого. И поэтому не так важно. А если вы в этот перерыв еще и говорите, а Игорь когда дегустирует, он постоянно говорит на камеру, то это ощущение предыдущего вкуса, оно практически полностью пропадает. Поэтому на самом деле все это не так важно и не столь существенно. Если бы он дегустировал одно вино, потом второе, потом третье, вот это бы сыграло. И то не в полной мере, даже в профессиональных конкурсах регулярно бывает такое, что один флайт, первый набор, там 10 вин белые, второй набор 10 вин красные, третий набор снова белые. Ничего страшного, если сделать несколько минут паузы между этими наборами, между этими сетами. И можно даже рот не полоскать? Можно даже рот не полоскать, наша слюна прекрасно смывает все восприятия, все эти вещи. Единственное что, когда вы пробуете 60-70 красных подряд, то может возникнуть ощущение сухости во рту от тонинов. Ну, это как бы уже профессиональные вещи. Но я думаю, что у нас мало кто попробует 60-70 подряд. Да, у нас очень мало. Ну что, хочешь я какой-нибудь месхак твою возьму? Вот я думаю, что тебе надо взять месхака, да. А мы вписываем в 500 рублей. Вписываем сейчас 500 рублей. Еще как. Вот вианье, шардоне, олиготе я тебе рекомендую попробовать. Так, два белых, два красных мы взяли, нам еще белые нужны. Так, может быть тебе грузинское киси дать? Да, давай грузинское киси. Самое вот это вот киси. Как раз и что. Я его вот в углу. Да, да, да. Сейчас я его... Достань, пожалуйста, а то у меня одна рука, вторая занята. Вот, кладем. А киси тоже пробовали, когда были в Грузии? Конечно, конечно. Вот, пять бутылок. Три белых, две красных. Две из них я вам рекомендовал со своей пробы. Вот Игорь на камеру их попробует и скажет, что он об этом думает со своей колокольни. Когда ты опять исчезнешь на долгие годы... Ну, я не на долгие годы. Больше мы на долгие годы расставаться не будем. Наш предыдущий ролик вышел 4,5 месяца назад. И он был до моей поездки в Италию, после которой случился ковид. И не было просто никакой технической возможности. Но я надеюсь, что мы больше таких больших пауз делать не будем. Хорошо, Денис. И теперь то, ради чего, собственно, ты приехал. У тебя есть 30 секунд, чтобы пропиарить свой канал. А зачем? На самом деле, конечно, все, кому надо, и так знают, что на моем канале на YouTube можно послушать лекции, можно поучаствовать в живых стримах, задать вопросы по различным сортам винограда, по технологии виноделия, по всем аспектам, там, и дегустации, и всего чего угодно. Поэтому заходите, подписывайтесь. Увидимся. И также там же вы можете поддержать этого бескорыстного парня донатами. Потому что все эти ролики в магазинах мы снимали без какого-либо на то участия магазинов. Они к нам вообще никакого отношения не имеют. Кто же тебя теперь поверит, да? Узнает о съемках сильно потом. Ну а что, так и есть. Нет, конечно, так и есть. Есть и все наши ролики, которые мы делаем в сетях и в магазинах, они действительно сделаны просто по результатам собственных дегустаций и без какой-то помощи. Там, где эта помощь могла бы быть, мы бы об этом сразу же написали. Потому что нет ничего более правильного, чем сразу. Если ты что-то рекламируешь, ну скажи об этом сразу. А если уж ты делаешь что-то сам по себе, то делаешь сам по себе. Поэтому пока нам говорить не о чем. Ну и не надо. Всего вам самого доброго. До новых встреч. Спасибо, до новых встреч. До новых встреч.